Майка Эрментраута вызвали на стрелочку частного характера. Кто? Сейчас. Он опять сидит в мерзкой забегаловке, где он обычно принимает пищу. Это, кстати, очень распространенные забегаловки. Я посещал. То есть, с моей точки зрения, жрать там невозможно просто. То есть, там настолько простая еда. А там все строительные, рабочие, водители, люди в костюмах, которые, по всей видимости, деньги зарабатывают, все жрут странное заведение. Ну, там это страшно распространено. Оно экономит, видимо, очень много времени на готовке дома, потому, что вон, проживая долгое время в стране Сиами, я обнаружил, я уже, конечно, говорил, но повторюсь, что там просто ходить в местные забегаловки тупо дешевле, чем самому готовить дома. Это да. Вот. То есть, вроде как и дома получается недорого, но там еще дешевле. Только это еще плюс у тебя время не экономит. Огромное количество. На мытье посуды, готовку, кубку... Ой, там столько геморрой из тебя снимает. Кроме того, ты же, считай, из дома вышел, жопу протряс. Как-то это... По улице прогулялся, развеялся туда-обратно. Сплошные плюсы в этом. Только там-то кормят в этом самом Таиланде очень вкусно, просто исключительно. Нам во Вьетнамах мы втроем заехали, я, Дементий и Данила. Тут же встретили там наших русских соотечественников. Соотечественники тут же выдали указание, где надо жрать. Где самый вкусный суп Фобо. Естественно, это оказалось не на центральной улице, а где-то сбоку. Беспринципные подворотни какие-то называют. Да. Там столы из нержавеющей стали. Ну, все как надо. То есть, все примитивное. Месячи вот такие. Там вот такой кусок говядины плавает. Лапша. Короче, сожрешь уже, моргать не можешь. Настолько нажрался. И этот вьетнамец. Они жестоко же едят. Которые меняют до плеча. Как вы столько сжираете. Вкусно. Вообще, туши и свет. А прошлый год повез женщину во Вьетнам. На остров Фукуок. Там я первое, что нашел, немедленно такую же жральню. Столы из нержавеющей стали. Ну, там белых нет. Вообще, так называемых туристов. Это признак того, чтобы откануть хорошо сразу. Каждый день я туда ходил. Жрал, просто нарадоваться не мог. При отъезде плакал. Потому, что круче супа фобо вообще не бывает. Очень вкусно. Радует, что суп фога. Но для этого нужна хорошая курица. Я первый раз в такое место попал, ну как? Системно. На острове Самет такой прекрасный. Я уже есть захотел. Вот-вот. Извините за такое отступление. Не могу не поделиться. У меня мой друг Саня, который там тоже проживает давно в Таиланде. Плюш, если ты нас смотришь. Мы тебя помним. Ну, там такой пляжный остров, чисто для отдупления и чилиния. Ну, и там около причалов есть, но он маленький. Ну, там типа городка на полторы с половиной улицы есть. И вот мы пошли пять с половиной километров по 38 градусной жаре в этот город пешком. Дойдя, прогулялись по джунглям. Прекрасно. И он меня там завел в какую-то мрачную дыру. Просто вообще не могу сказать, где они там умудряются такое строить, такое прятать. Потому, что у тебя вокруг туристское место же. Ну, там, понятно, белых очень мало. Там, в основном, местные отдыхают и китайцы. Вот дыра. Там просто пластмассовые столики. Даже столовых приборов тебе не дают. Мне, по-моему, требовать палочки, чтобы не дали. Со своими приходят. Ну, или со своими, да. Ну, там, во-первых, оно стоит первое, второе. И пыло там все вместе, наверное. Оно вышло, наверное, бат по тем временам в 180. То есть, тогда это было 360 рублей. Вот такие вот горы жратвы, их не сожрать. Их все вкусное, свежайшее. Аж пахнет так, что аж глаза слезять себя. Ну, конечно, все очень острое. Чудовищно острое. Ну, в общем, да. Это по поводу забегаловок. В забегаловке стрелочка. С кем стрелочка?